ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА Покаянная молитва Ефрема Сирина, читается на богослужениях в течение Великого Поста, до Великой Среды Страстной Седмицы, кроме Субботы и Воскресения, а также в Келейной молитве Дома. Чтение начинается за неделю до начала Поста, во вторник Сырной Седмицы. Господи и Владыка Живота Моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти мя, грешного. 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 Боже, очисти мя, грешного и помилуй мя. Господи и Владыка живота моего. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, даруй не зреть и мое прегрешение и не осуждать и брата моего, якоб благословен еси во веки веков. Аминь. Покаянная молитва Ефрема, Сирена. Пояснение, к тексту. Дух праздности. Праздность, суетные развлечения, одурманивающая разум своими мнимыми удовольствиями, ведущая к абсолютной расслабленности, и не позволяющая душе человеческой устремиться к Богу. Дух умения. Уныние называют самоубийством души, утратившей возможность видеть Бога и стремиться к Нему, к духовным занятиям, вергающую душу в состояние отчаяния и безнадежности, тоски и скуки, лени и безразличия. Дух любоначалия. Любоначалия, стремление властвовать и управлять другими, переставая понимать, что управление другими требует не только знаний и опыта, но и внутренней чистоты, не видя свою ограниченность и греховную ущербность, обращая внимание только на недостатки других. Дух празднословия. Празнословия. Пустословия, скрывающие тщеславие. Получающие несказанную радость от возможности получать, наставлять, осуждать, пренебрегая обсуждаемыми людьми или явлениями. Праздность, уныние, любоначалия. Все это разные формы проявления эгоизма, когда главным мерилом нашего отношения к людям и к миру, выступает не Слово Божие, а собственное Я, со всеми его эгоцентричными проявлениями. Дух целомудрия. Целомудрия — добродетель, подразумевающая под собой — нравственную и телесную чистоту, благоразумие, девственность и непорочность. Дух смиренно-мудрия. Смиренно-мудрия заключается, в осознании, своего несовершенства и недостоинства, перед Богом и людьми. Дух терпения. Терпеливое отношение к проступкам других, служит нам во благо. «Ничто так не пристыжает делающих зло», — говорит Святой Иоанн Златоуст, как наше терпение. «Когда мы в ответ на наносимые обиды и оскорбления, не мстим ни словом, ни делом. Мы становимся мудрее, принося таким образом награду, не только себе, но и пользу нашим недоброжелателям. Но, терпеливое отношение к собственным грехам ведет к разрушению и к гибели». Дух любви. Любовь, духовная, способна возжечь в душе благодатный огонь, который уничтожит в ней все сухое и бесчувственное. Если мы все же ощущаем в себе недостаток любви, или ее полное отсутствие, то это не повод для уныния и ничего не делания. В таком случае Церковь призывает нас делать дело любви, которое, рано или поздно, растопит окаменевшее сердце, и зародят в нем настоящую любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова